здравствуйте уважаемые студенты урок охрана труда и тема урока предмет состав содержание термины и определение научно-методические принципы значения охраны труда на этом уроке рассматриваем три вопроса первый это цели задачи термина определения курса второй вопрос научно методические принципы значения охраны труда и 3 вопрос вопрос охраны труда и без обеспечения безопасности жизнедеятельности в органы правительства и профсоюзов объектом изучения этого курса является производственные опасности и профессиональные вредности а предмет изучения это дисциплины это закономерность и оптимизация трудовой деятельности по критерию безопасности под термином охрана труда подразумевает систему законодательных актов и соответствующих им социально-экономических технических санитарно-гигиенических организационных мероприятий обеспечивающих безопасность сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда задачей курса является подготовка высококвалифицированных работников с глубокими теоретическими и необходимыми практическими знаниями и умениями в области охраны труда воспитание у студентов чувство ответственности за охрану здоровья понимание сущности обеспечения здоровых и безопасных условий труда выработка гражданской активности достижения этой цели программа курса предусматривает изучение следующих четырех разделов первое это трудовое законодательство устанавливающие нормы трудовых процессов тесно связано с вопросами техники безопасности регулирующие трудовые отношения работающих обеспечивающие охрану их прав и устанавливающих контроль за соблюдением законодательства труде следующий раздел который мы рассмотрим в этом на этом курсе это техника безопасности его определение это системы организационных и технических мероприятий и средств предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов третий раздел это производственная санитария это системы организационных гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов ну и четвертый раздел это пожарная безопасность состояние объекта при котором исключается возможность пожара а в случае его возникновения предотвращает воздействие на людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальной ценности при изучении охраны труда мы используем различные методики исследования а их четыре это пассивные активные расчетные и конструктивные первая методика исследования это пассивные что мы здесь наблюдаем пассивное входит это наблюдение и анализ то есть в процессе которых изучается причиной происшествий и очаги их возникновения активная методика исследования или иначе это экспериментальная включающие различные натурные и модельные испытания следующие методики исследования это расчетные и конструктивные эти два способа связаны между собой определив основание расчетов необходимых параметрах рассчитанных мероприятий затем конструктивно выполнять эти рекомендации предотвращающих тем самым опасны и вредны производственных факторов основные понятия охраны труда охрана труда это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности какие мероприятия предусматриваются правовые санитарно-гигиенические социально-экономические лечебно-профилактические организационно-технические и реабилитационные но еще их много можно много-много очень перечислять и так далее иначе ну а каждым из них рассмотрим правовые они заключаются в создании системы правовых норм устанавливающих стандарт безопасных и здоровых условий труда и правовых средств по обеспечению их соблюдениях социально-экономические меры включают в себя государственного стимулирования работодателей по повышению уровня охраны труда установление компенсации и льгот за работу с тяжелыми и вредными условиями труда защиту отдельных категорий работников обязательное социальное страхование и выплату компенсаций при возникновении профессиональных заболеваний и производственных трав ну и так далее социально-гигиенические заключаются в проведении работ направленных на снижение производственных вредностей с целью предупреждения профессиональных заболеваний следующие мероприятия это организационно-технические заключается в организации служб и комиссии по охране труда в организации в целях планирования и осуществления работы по охране труда обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда организация обучения руководителя и персонала аттестация рабочих мест проведение мероприятий по внедрению новых безопасных технологий использование безопасных машин механизмов и материалов повышение дисциплины труда и технологической дисциплины Следующее мероприятие – это лечебно-профилактические. Включает в себя организацию первичных и периодических методов медицинских осмотров, организацию лечебно-профилактических питаний. Реабилитационные подразумевают обязанности работодателя перевести работника на более легкую работу в соответствии с медицинскими показаниями. Основные термины и определения – условия труда, совокупность факторов производственной среды и жильевого процесса, оказывающие влияние на работоспособность и здоровье работника. Вредный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. Как вы видите, существуют вредно-производственные и опасно-производственные. Обратите внимание на их определение. Следующее определение – безопасные условия труда. И это условия труда, при которых воздействие на работающих, вредных и опасно-производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. Рабочее место – это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой, которая прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – это технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторах, а также для защиты от загрязнения. Сертификат соответствия работ по охране труда или сертификат безопасности – это документ, удостоверяющий соответствию проводимых организаций работ по охране труда, установленным государственным нормативным требованием охраны труда. Следующий вопрос – это цели и задачи трудового законодательства. Цели трудового законодательства. Их три. Первое – установление государственных гарантий, трудовых прав и свобод граждан. Вторая цель – создание благоприятных условий труда. И третье – защита прав и интересов работников и работодателей. Итак, государство связано с работодателем непосредственно. А кто такой работодатель? Это физическое лицо, либо юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником. Также государство – это работник. Это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. И в каждом из них государство гарантирует. В первом случае, в случае, когда работодатель, государство гарантирует право работодателя требовать от работников исполнение ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя. В случае работника, государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Основные задачи трудового законодательства – это защита от воздействия опасных и вредных производственных факторов, которые угрожают их здоровью и физической безопасности на рабочем месте, обеспечение компенсации при несчастных случаях на производстве персональной заболеваемости, но и т.п. проведения медицинской и профессиональной реабилитации пострадавшим на производстве. Законодательные акты по охране труда. Классификация нормативных правовых актов о труде по юридической силе. Это законы. Сюда входят конституционные законы, конституции и законы субъектов Республики Казахстан. Подзаконные акты. Сюда входят это указы президента Республики Казахстан, имеющие нормативный характер, постановления правительства Республики Казахстан, межведомственные нормативные акты Министерства труда и социального развития Республики Казахстан, других министерств и ведомств, нормативные акты исполнительных органов власти субъектов Республики Казахстан. Требования инструкции по охране труда включают следующие разделы. Первое. Общие требования охраны труда. Второе. Требования охраны труда перед началом работы. Третье. Требования охраны труда во время работы. Четвертое. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. И пятое. Требования охраны труда по окончании работы. В разделе требования охраны труда отражаются перед вами список. Первое. Это условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей профессии или к выполнению соответствующего вида работ. Второе. Указание о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. Третье. Требования по выполнению режимов труда и отдыха. Следующий. Перечень опасных и вредно-производственных факторов, которые могут воздействовать на работников в процессе труда. Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Требования по обеспечению пожара и взрывоопасности. Порядок уведомлений администрации в случае травмирования работника. И неисправности оборудования, приспособления инструмента. Указания по оказанию первой помощи. Правила личной гигиены, которые должны знать и соблюдать работники при выполнении работы. Все эти вопросы будут рассматриваться в процессе курса охраны труда. Сроки действия инструкции по охране труда для работников. Конечно, перед тем, как приступить к работе, работники должны пройти инструктаж. Пересмотр инструкции должен производиться не реже одного раза в пять лет. Проверку и пересмотр инструкции по охране труда для работников организует, соответственно, работодатель. Система подготовки рабочих по охране труда. Это я уже как сказала, это является инструктаж. Какие виды инструктаж существуют, посмотрите. Это вводный инструктаж, первый самый, повторный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, плановый, внеплановый инструктаж, обучение на рабочем месте и курсовое обучение. Здесь о каждом из них приводится соответствующее определение. Лечебно-профилактическое обслуживание работников включает в себя медицинское обслуживание, выдачу молока и лечебно-профилактическое питание, но и обеспечение работников санитарно-курортным лечением. Осуществляется это за счет средств единого социального налога и за счет средств профессиональных союзов и других объединений работников на условиях коллективных договоров и соглашений. Поэтому во всех организациях существуют эти правкомы, так называемые профессиональные союзы организаций. Профилактика профессиональных заболеваний в процессе труда. Что он в себя включает? Он включает первичные и периодические медосмотры. В каждой организации это существует. Следующее – это сохранение здоровья женщин и молодежи до 18 лет. Льготы компенсации за вредные и опасные условия деятельности. Следующим вопросом – это возмещение вреда, причиненного несчастным случаем или профессиональным заболеванием. Здесь предусматриваются следующие мероприятия. Это обязательное социальное страхование от несчастных случаев или профессиональных заболеваний. Сейчас как раз поднимается вопрос – обязательное страхование работников, оказание медицинской помощи пострадавшим, но и расследование несчастных случаев или профессиональных заболеваний. И в конце урока – вопросы для закрепления. Пожалуйста, просмотрите перед вами три вопроса, на которые вы должны будете ответить. Первый – какие методики исследования используются при изучении охраны труда? Какие виды исследования входят в пассивную методику? И третий вопрос – достижения науки и практики в области охраны труда? Нужно будет много подумать и ответить на эти вопросы. И ответы на эти вопросы вы найдете по этой лекции. Ну и в заключении я предлагаю список литературы, которые вам необходимы при изучении этого курса. На этом наш урок закончен. До свидания.